Здравствуйте! Меня зовут Падик Блеев. Я из Киргизии, Кахматин. Я хочу рассказать вам про образовательный процесс разработчиков. Проблемы. Проблемы. Мне нужно нанять нового разработчика, открыть команду. И я составляю объявления, где же его в сетях или занимаю рекрутеров. Но в любом случае я получаю этот опыт в людьми. И что я ожидаю увидеть? То есть 10 лет я уже пропагандирую гибкие ценности и хочу, чтобы люди, которые пришла к людям, кто хочет прийти к мне на работу, чтобы они эти ценности каким-то образом использовали. Ну, в смысле, как-то знали. После конкурса, который Максим рассказал, у нас было, например, студентов с интересами, с этими ценностями. Но потом волна спала и люди вернулись к старым ценностям. То есть без, как сказать, не то, что нужно, не то, что ожидалось. Вот. Я ожидаю, что люди, которые будут по ней работать, они будут знать, обладать определенными навыками, умениями, да, то есть определять, обладать навыками, в смысле, пониманием, что нужно на рынке, вот. А кого реально я могу заполучить? Ну, печально. У людей, которые не готовы. То есть люди говорят, что у них есть опыт. Но тот опыт, который их есть, он совершенно не похож, потому что, я понимаю, что не придется их перетачивать под диплометрологию, это болезненные елки. Поэтому, как это самое, возникает проблема. В чем она? То есть вот кто готовит камеры? Ну, ВУЗ. ВУЗ дает практику, ВУЗ дает теорию. Вот. Достигает ли ВУЗ в этой цели? Да, достигает. Потому что ВУЗ регулярно выпускает выпускников и тех, кто соответствует его стандартным требованиям. Вот. Наверное, проблема в самих стандартах. То, что ВУЗ определил как стандарт, он, возможно, не связан с той потребностью, которая есть на рынке, для которой нужна компания. Вот. Программа обучения отстоит. Теории и практики разделены. То есть делают разные люди. Люди, которые считают теорию, они в практике вообще не говорили о том. Вот. Ну, и в практике в высотности к простой формальности приходят студенты в компанию, чтобы кто-то там печать поставил, чтобы практика у вас подходит. А так мне даже и брать ему бывает. Вот. Кроме этого УЗ бывает, даже не прививает, а укрепляет вредные привычки, доставшиеся студенту со школы. То есть зачесывать, косить, вся пыль. Вот. Люди, которые приходят, выпускники в компании, они страдают этими проблемами. Так же вредные привычки, как работает дизайнер за человеком. То есть в УЗИ человек, он заботится только о собственных оценках, о собственных знаниях. Вот. И навык от командной работы не приобретает. Вот. Критерии готовности, они связаны с непонятными вещами, типа того, что правильно какие-то алгоритмы рассчитались. Вот. Но, например, чистота кода и понятность не является критериями для того, чтобы выполнить работу в УЗИ. Вот. Почему-то у всех студентов, выпускников, есть такая проблема ранней оптимизации. То есть они, прежде чем начать сделать первую реализацию, они уже начинают думать о том, сколько там байтов сэкономить, там цифров сэкономить, лишнюю функцию нельзя выделить, потому что это лишнее количество вызовов, сколько заполнится. Вот. Ну, это все, я считаю, время неопривычным. Что делать? Раньше мы просто жаловались, потом провели конкурсы SDC в 2007 году, но потом не проводили никакого времени. Вот. И в 2010 году я решил, что надо, наверное, как этот разрыв преодолевать. То есть найти способ, как преодолеть разрыв между тем, что готовят вузы, и между тем, что нужно бизнесу. Вот. И я придумал образовательный процесс, который назвал ESDP. Вот. Оттуда мне пришла идея. То есть я руководил команду разработчиков, и когда передо мной стала задача нанять людей, люди с опытом, я посмотрел, выполнение совершенно не подходит. Я решил взять людей без опыт. Организовывание стажировку в компании. Мне казалось проще обучить студентов, чем при обучении тех, кого я нанял до этого. Вот. В результате на производстве я выделил три важных вещи. То есть при обучении студентов важно делать акцент, чтобы делать вещи правильно. То есть ротировать роли и национальность. Находить внимание, что работаем как команда. Вот. Сделать правильно. Что это значит? Что если студент сделал какую-то задачу неправильно, и это прокатило, то у него формируется какая-то предная пледочка. Поэтому в режиме, допустим, конеческой разработки у нас есть сроки, давления, мы не можем делать вещи правильными. Нам нужно делать их срок. Вот. И накапливать это в технический долг, например. В случае с процессом обучения технический долг не допустим, мы сразу же делаем акцент на то, чтобы сделать правильно, чтобы человек несколько раз переделать. Мы добились понять, что значит правильно, и добиться работающего решения. Правильно, опять же, определяет кто наставник, который владеет леденем соответствующим. Ротация ролей. Она разрушает коммуникационные барьеры. То есть люди склонны к локальной оптимизации. Они когда начинают, ну какая-то роль назначается, они начинают со временем ее, в смысле, придумывать сами какие-то показатели эффективности и, в смысле, это самое. А какие роли? Роли какие? Давайте без запросов. Да, не надо без запросов. Роли из крана, наверное, взять. Все же помнят. Так вот. Человек, когда меняет различные роли, работая в проектах, тестировщиком, разработчиком или руководителем, он начинает лучше понимать, как стыкуется одна роль с другой, как происходит взаимодействие по процессу. И таким образом барьеры разрушаются. Расширяется восприятие процесса. То есть становится понятно, что зачем идет и для чего это надо, почему именно так. Вот. Роли нужно выполнять периодически. Потому что, допустим, разработчик, и не говоришь, что будешь капитана, будешь руководить, не-не-не, я не хочу. Ну, именно долго. Ты вот итерацию пробутишь капитаном, а потом другой. Ну, или лучше так, чтобы закрепить, там, две или три итерации. На производстве было реально. Вот. И это работает для людей. Оно временно, могу. Вот. А потом разработчики, да. Потом разработчики. Вот. В образовательном проекте можно адаптировать их просто на, на жесткой временной основе. По итерации. Вот. Ну, и структура ролей зависит от проекта. То есть, у нас было несколько потоков образовательного проекта. У нас был разный состав ролей. Вот. Командная работа. Для того, чтобы команда начала работать как команда, необходимо, чтобы каждый участник взял на себя персональный тестинг за успех команды, за прогресс. То есть, если люди не чувствуют пристали тестинг за прогресс, они начинают, сами, сваливаться в эгоизм и страдать индивидуальным зачетом. У меня все работает. Там, где там, что-то ходит, стоит хрен. Вот. И потом, опять же, профессор подозревает, что если человек не движется по плану, за тупим, то он сдерживает всю команду. То есть, важно научиться просить о помощи. То есть, это очень важное правило, ну, очень важные привычки, которые нужно для работы. Вот. В случае, когда работа достаточно сложна и тупить можно каждые пять минут, очень выгодно сесть и в паре поработать. То есть, в диалоге работа происходит гораздо более эффективно на таких вот сложных участках, особенно для, вот самое, для молодых специалистов. Ну, и регулярно проводить планерки, формировать общее видение команды. Вот. Вот. В десятом году размер одного потока одна команда обучалась 20 дней по полдня. Вот. В результате я обучил две команды, а пять человек. Я, в основном, такую работу, которая позволял работать полдня. Полдня тратил на образовательный процесс. Вот. Прайк питался. Выпускники получили, на мой взгляд, нужный набор знаний. Они потом ушли все работать в коммерческих компаниях. Вот. И бизнес сказал, нам еще нужны такие люди. Нам очень нужны такие люди. То есть, все оценили тот уровень навыков и умений, который был выпускников и из детей. Вот. Это было утомительно, на самом деле. Вот. Я решил взять перерыв, передохнуть переосмыслить. Потому что 20 недель, мне казалось все-таки много. Как сократить? Вот. Я этот самый. Не знаю. Тогда не знал. Вот. В 2012 году Максим Кисевков предсказал, да, давай будем учить людей вместе. То есть, идея хорошая была. Надо продолжить это дело. Вот. Ну, мы и решили открыть ресурсный центр Афиатраков. Как раз таки с целью растить команду. То есть, и использовать этот метод, который был попробован в 2010 году. Вот. В 2013 году мы нашли финансы и сократили размер обучения одной команды в 12 недель. Вот. Уплотнуть график. Вот. Тоже работа шла по полдня. В две смены. Вот. Там был отдельный университет. Было в итоге обучено 4 команды по 5 человек. Их проект тоже удался. Некоторые выпускники работают в нашей компании. Они очень довольны. Кто-то ушел в другие компании. Они тоже очень довольны. Они уже начали менять процессы. Удивлять полученные знания на образовательном проекте. Вот. Ну, и везде, когда следующий. Все хотят получить новых кадров. Хотел это сделать ULAB. И SDP эффективнее в производственной практике. То есть старт производственной практике, которая предусмотрена, неорганизованная. Она подозревает, что человек приходит, он смотрит, как естественно все это организуется. То есть это тоже работает, но только очень медленно. То есть можно делать реально быстрее. То есть мы выяснили, что за три месяца можно создать команду из пяти-шести человек. И с примерно аналогичным образом работы там один или три года обычной практики. Вот. У нас есть дальнейший план. Мы хотим внедрить SDP в ВУЗе. Для этого нам нужны преподаватели, которые смогут передавать ценности. Вот. Поэтому мы хотим собрать команду преподавателей и прогнать их передоставляемый процесс этим летом, когда они освободятся в занятиях. Вот. Ну и еще есть идея организовать женскую команду. Потому что, да, из тридцати есть участников нашего проекта. За вот эти пятьдесят и тринадцатый год была только одна девушка. Вот. К сожалению, у нас мало девушки в профессии. Поэтому хотим привлечь внимание женщин к разработке ПО. Вот. Ну и собрать часть женскую команду. Ну, чтобы не стесняющиеся мальчики. Вот. Это вот наши такие планы. Это вот я расшифровался с темой. Удивительное существо и мертвый процесс – это образовательный процесс разработки ПО. Спасибо за внимание. Ответы и воскресенье. Вопросы на мыло. Спасибо большое. А, кто предохранит? Дмитрий Иванович. Может, вопросы задать? Да, я могу сказать. Очень интересно, расскажите, пока они ушли. Давайте, пожалуйста, я даже с вами написал. Нет, да. Во двое, нельзя крепplease. Будет ли никак смешать вipe système? Ты…… То есть, мы хотим���え5 сотрудничать или пустановщик. То есть, вы хотим, чтобы у вас анолитик был такой кастереравчика. А нас талии кайб clarify-кась работы или кто? Будущийся. Я думаю, что у нас в комrange друзья, группы на 5 recent будет. Да, то есть. Крутой кто-то говорят. Да. Вот этот пульт. Чего, продавим не Zury, там. Ответ ere 5NET And. Вот, два первых задачи, который нужно будет с поднимать в укладном плане, и где он, что он приезжает дальше, ну, результаты, которые в этой территории, которые просто делают просто левые разы, для того, чтобы понять в студенты, где они будут понимать, что, как это будет, это будет, это будет, это будет, это будет, например, инструмент для этих, там, новых ингредиентов, а по практике, в общем, конечно, у нас, может быть, два варианты, что предоставить вакамальник, который, по-тругому, у него отправится в задачу. Вот, на этой сделке он, занимаетесь полукатчиком, И из тех, как я считал, написали три речи, пошаговый речный сценарий. Он из таких лет записывал, когда его не заканчивал, как в виде пошагового речи в сценарий. Он помнит, пошаговый речный сценарий мотивировать процесс реализации в работе. А уже в 2012 году, когда он был разбирателем, потому что у нас в этой территории, Как анализы у них остались, то есть, но, получается, разорочек уполненал. И анализы у них приезжают. Как так? Мы решили оставить генеральный капитан. Капитан, который работал в патриотике, в связи с генеральный опыт «Саргендию» на Лангой, он ходит, вы можете сказать, что он看 у меня, который показывает 22 минуты. Я думал, что по ходу работы, если возникнут подъехать среди проекта, то проекта, если создает новый год, то их возникают каждый год. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...